Всем привет! Сегодня в программе новости науки с Ролиной Киряевой заразное ожирение, бумажные бронежилеты и антикоррупционное пособие. Подробности далее. Итак, в мире. Группа специалистов из института Сенгера, расположенного в Великобритании, выяснили, что ожирение может передаваться от человека к человеку, как кишечная палочка или другие заразные заболевания. По словам экспертов, многие недуги, среди которых аллергия, воспаление кишечника и лишний вес, чаще всего провоцируются дисбалансом бактерий. Кроме того, ученые установили, что микроорганизмы здорового кишечника вырабатывают споры, создающие подходящие условия для жизни бактерий за пределами организма. Благодаря этому они могут попасть к другому человеку и заразить его ожирением. Свои предположения исследователи подтвердили в ходе нескольких масштабных экспериментов. А в России биотехнологи Пермского государственного университета разработали новый способ получения наноцеллюлоза, который по своей прочности превосходит сталь. Новейший способ предполагает 6 стадий, на одной из которых происходит получение чистых целлюлозных волокон и удаление лигнина, примеси которой снижает качество материала. На основе полученного продукта создаются сверхлегкие и сверхпрочные материалы, различные детали изделий, конструкции, машины, а также супергибкие краны, бронежилеты и другие бронированные изделия. В медицине и фармакологии наноцеллюлоза применяется в качестве сорбентов и перевязочных материалов. И напоследок в Татарстане. В Казанском федеральном университете вышло пособие по борьбе с коррупцией. Его презентация состоялась накануне на круглом столе, посвященном противодействию коррупции. Выход подобного учебника, как, впрочем, и вся антикоррупционная деятельность, напрямую соотносится с политикой нашего государства. Об этом говорили рецензенты учебного пособия, заведующий кафедрой политологии Олег Зазнаев и заведующий кафедрой конфликтологии Андрей Большаков. Примечательно, что пособие противодействия коррупции уникальны в своем роде, а значит, может быть полезно для студентов и преподавателей не только Казанского университета, но и других вызов. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok